И как вот тогда, через позапрошлый раз, да? А как позапрошлый раз шло? А в итоге записывала-записывала, а потом такой, блин, чё-то вебка не записалась. Не, на этот раз вебка должна быть. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Мортин и госпожа Очевидность. Всем день почти что добрый, сегодня отдуваюсь только я, потому что Кэп у нас, значит, не в кондиции. То есть он может сбежать, а я нет, понимаешь? Ну, ребят, ну, пятница как бы, Кэп немного раньше начал, просился с работы, в общем, ему хорошо, я не знаю даже дело. Что он трубку не берёт, ха-ха-ха, да. Но, в любом случае, что мы сейчас будем с вами делать? Ну, конечно же, крутить кредитные кейсы, которые тебя так упорно попросили попросить. Не, кредитные потом, ну, кредитные, ну, блин, ну, кредитные, как-то там нет такого остроты. В следующий раз покрутим кредитные. Сегодня мы будем крутить кейсы, эфир, да. И всё, что с них будет падать, практически всё, всё будет доставаться вам, ну, тем, кто успеет. Таковы правила, кто успел, того и тапки. Все пин-коды будут вставляться в видосы, как я делаю в последних видосах. Может быть, буду делать, типа, 25-го кадра там, они будут где-то быстренько мелькать. Но, в любом случае, все они достанутся вам, потому что весь даже тот донат, который здесь навсегда, он у меня есть. Ни в чём я не нуждаюсь, у меня всё хорошо, вот. Ну и... Когда-нибудь я смогу сказать эту фразу. Поехали. Да, поехали. Пожалуй, ты начни. Ты у нас женщина азартная. Давай, давай. Я люблю, да, конечно, я же вообще люблю просаживать деньги. Если бы это были коробочки с духами, я бы вообще вертела и повертела. Во, между прочим, СВ-98 на один день, это успех. Да, это хорошая снайперская ментовка. И кто-то из подписчиков с ней отлично так понагибает. Я не воспринимаю вообще то, что на один день. Я считаю это вообще неплохо. Да погромче говори, а то люди тебя не услышат. Правильно, зачем глупости всякие слушать? Нет, ты что-то хочешь сказать, ты глупости говоришь? В данный момент да, потому что я кручу кисы, которые меня вряд ли всё равно порадуют. Да подожди, нормально, ну блин, он человек в СМГшечка. Беззадачная пушка. Ваншот в голову. Ребят, скажите, СМГ-45 нормальный. Я до сих пор с ней частенько играю, нарезки делаю. Офигенная пушка. В голову в ваншоте только так. Так, урон офигенный, отдачи нет. Я хочу постоянное что-то. Мне вот эти вот лизнуть на один раз не устраивают. Кисуля, извини меня, но по твоей части это не лизнуть. Я понимаю, Рокутаня, но тем не менее. Ладно, я шутка. Хочется чего-то постоянного. У тебя есть. Ой, ты переменчив в своём настроении и очень во многих вещах. Нормально, давай. Поставил ещё тут горячий чай, чтобы я рукой об него обжигалась. Нормально. Красава. Чуть отодвинул, давай. Так, ну пожалуйста, давай, 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 скорее, скорее, крутите. Я не знаю, вот шанс выпадения доната в Варфейсе, насколько я слышал, 1%. Шанс выпадения золотого доната 0,1%. Вроде как, якобы. Я не знаю, насколько это правда. Мне кажется, всё-таки повыше там процентов, не знаю, 3-5, наверное. У меня вопрос, каков шанс выпадения доната какого-то предмета навсегда хорошего здесь, на игромаркете. Потому что здесь я процентов не вижу. Вообще, кстати, сейчас у нас рассматривается законопроект, по-моему, о внесении изменений в действующее законодательство. И это будет касаться как раз цифровых продуктов. Если в игре есть какие-то коробки, кейсы, и их можно покрутить, либо на каком-то сайте, то обязательно должен будет указываться процент шанса выбивания. Я считаю, что это как раз адекватно, чтобы ты хотя бы прикидывал, примерно, стоит тебе или не стоит. Да. Живи ли ты по жизни, или как я. Нет, это вообще адекватная тема, мне кажется, да. Так что будет понятно, какой процент. Так, знаешь, 0% сразу. Вот всё равно, вроде как бы мне по губам водят, как бы так скажем, а мне всё равно больше нравится крутить в игромаркете, чем в игре. Серьезно, ей нравится игромаркет. Она говорит, что здесь классно, здесь красиво, здесь интересно крутить. Типа азартно. Не знаю, блин, ну. Здесь не так нудно, там эти 5 коробочек, папа упадут, иногда это зависает, мне это бесит. Дорогая, да там легче бабки быстро слить, и вот как раз это не будет долго и занудно. Так, фишка, не быстро слить, в этом же и кайф. Ты крутишь, и вот как киндер-сюрприз. И всё время висячка, висячка, висячка. Да ни хрена себе киндер-сюрприз, вот тут кейсов на 2000 рублей. Сколько киндеров на эту сумму можно купить? Ты давно киндер мне не покупал, я смотрю. Киндер, между прочим, стоит 120-140 рублей, не так много киндеров. Ты не забывай, что в киндере гарантированно есть подарок, гарантированный приз. А здесь гарантированный... У тебя нет такого, что ты купила киндер, открыла, там игрушка, и через день она исчезнет. Я понимаю, но в киндере бывают такие игрушки, что их самому через день уже выкинуть хочется. Так здесь таких тоже добега. Да, тут тоже таких дофига, что ты думаешь? Ну это в этом кейсе ещё более-менее. А в некоторых кейсах ты можешь выбить пушку даже навсегда, и там такая шляпа, что, блин, лучше бы ты её не убивал, серьёзно. Такое тоже бывает? Ну тут есть такая шляпа. Не, вообще мне кажется, если здесь, ну здесь, по-моему, кстати, в принципе нет. Тут есть, например, Орсис недонатный, но я не могу, у меня язык не поворачивается сказать, что Орсис это плохая пушка. Не, кстати, Орсиса здесь нету. Вот, тут в принципе всё нормально, но я вот так не вижу ничего плохого, всё отлично, всё классное оружие. Ребята, я правда очень хочу выбить вам что-то хорошее, я серьёзно. Не, на самом деле, по сути, вот мы сегодня крутим, у меня душа спокойна, потому что всё, что вот здесь будет, все эти пин-коды, которые я в видео вставлю, тут откровенного говна нет. Что Дезертек, можно хэдшоты поставить, что СМГ-шка, ну тем более, СВ-98, там, киллтеки, АМ-17, это понятно. Каждая из этих пушек есть на ошибке, которые мы выбиваем. Вот, пожалуй, самая слабая здесь, это вот этот Винчестер, но он слабый только по темпу стрельбы, не такой удобный. Да, это когда на ПТС было, когда он ваншотил, блин, дальше, чем киллтек, блин, за километр, вот тогда, да, я его хвалил, я боюсь таким, и сейчас поиграл. А, да, да, да. А тут нагиб, как бы, произошел. Там вообще пушка огонь просто была. Вы, Винчестера взяли, понерфили. Потом, правда, киллтек ввели. Говори о другой пушке, ты начал говорить про винчестера, падает она. Да, давай поговорим о киллтеке, причём навсегда. Вот киллтек навсегда, это вообще хорошая штука, ребята. Серьёзно, я вообще золотой киллтек из рук не выпускаю. Ну, просто не могу, вот другой, начиная пушкой играть, ну хорошо тоже. Вот, говори, говори побольше, киллтек опять. Да, да, кстати, киллтег вообще тема, особенно золотая, ты чай, ща он должен, сука, навсегда выпасть, нет, киллтег это пушка, с которой ты начинаешь играть, ты кайфуешь, ты кайфуешь не от того, что ты убиваешь там за километр, ты кайфуешь именно на своих дистанциях, на дистанциях медика, на ближних, потому что ваншоты, потому что с любой другой пушкой не ваншоты, ну может быть кроме, кстати, винчестера, винчестер реально сносит только так, вот, а с киллтегом ваншоты, они гарантированы, вот когда он тебя выскакивает инженер в упор, ну там несколько метров, два, три, четыре метра, И ты стреляешь, и он помирает в большинстве случаев. Бывают, конечно, осечки, бывает что-то там не зарегало, бывает там ты смазал и так далее. Но в основном попал все, нагиб. А вот с другими дробовиками бывают очень досадные ситуации. Именно в этом главная фишка киллтека, а не в том, что он долбит на дистанции большие или слишком быстро стреляет. Это скорее минусы для баланса. Но наши разработчики, у них не бывает нормального баланса. У них вот либо пушка вообще имба, она и за километр долбит. Либо пушка, она вроде как хорошая, но она что-то в упор часто не ваншотит. Вот что минус. Это проблема дробовиков в Warface. Есть такая тема. Я думаю, что многие люди, которые играют преимущественно медиками, даже на большинство, они со мной согласятся. То перебор, вот киллтек перебор, но он именно как дробовик на своих дистанциях, он реально хорош. Вот таким и должен быть дробовик. Но он слишком на больших дистанциях эффективен. Вот в чем проблема. Другая пушка, она вроде как сбалансирована, но вдали она не так эффективна. Но она и на своих дистанциях что-то, ну как-то так вот, ну неубедительная. Тот же престиж берешь, не ваншоты за не ваншотом, блин. Реально, после киллтека вот ты берешь престиж, и тебе так больно играть, из-за того, что ты стреляешь, ты попадаешь на ближних, в упор даже дистанциях, а он не ваншотит. Но такого быть не должно. Кстати, как ни странно, я поиграл с МАК-7, и на ближних дистанциях он более-менее хорош. А сетчик хватает, но он почему-то лучше, чем многие другие дробовики. Давайте 30, а потом я 20. И, кстати, хороший еще, как ни странно, САП-6. Вот САП-6 меня вообще удивляет в последнее время. То ли лапнули, то ли что. Так, вторую половину кейсов кручу я. Нет, 30, ты 20, я. Ну мне нравится кручить. А, ну в принципе, мне нравится, я лучше побеседую, правильно. Так, давай, сейчас я сколько, 30 кручу или 20? Да, 30. Давай 25, давай. Давай. 50-50, чтобы как бы, не вашим, не нашим, как говорится. 25 я кручу, 25 я на чем? Скажи, как тебе вообще эти скины нравятся? Скины, ну вот эти вот, вот этот скин, эфир, вот именно на Штайр Скаут, симпатичный. Вообще, многие скины вот эти эфирные, где тут оно, например, вот, например, Брэн эфир, не нравится. Вот Тавор ТС нравится. Вот половина скинов сделаны красиво, со вкусом как-то, знаете, так, футуристично а-ля оружия будущего какого-то. Вот, например, Хармс, красивый, в принципе, неплохой скин. Не сказать, что у Хармса самый удачный, но неплохой. Но вот эти, типа, СВ-98, АМ-17, Брэн, как-то они серьезно смотрятся, не знаю. Оружие в таком достаточно брутальном, вот смотрите, вот, брутальное оружие в брутальном шутере. А на нем нарисованы то ли какие-то мыльные пузыри. Это молнии там какие-то, неоновые. Не знаю, как я понимаю, там вообще должна быть стилистика неон примерно 80-х. Помните, ВХС, эпоха ВХС, фантастика 80-х, там такие неоновые, как бы, вспышки, все это. Мне нравится такая стилистика. Но почему-то на вот этих вот киллтеках и АМах, когда ты смотришь... Оно такое есть. Нет, когда ты в игре смотришь, в игре, ты не можешь это уловить. В игре кажется, что это, как бы, мир розовых пони. Серьезно, вот... Что ты имеешь против розовых пони? Лучше больше этих полос как раз неоновых показали и как-то сместили сами рисунки. Они смотрятся реально мир розовых пони. Неон не так должен смотреться. Именно в игре. Здесь еще вроде как более-менее плюс-минус. Вот АМка, вот в этой части АМка, да, вот в центре как раз, она более-менее такая, вроде как, симпатичная. Ну, не знаю, как-то не так сделала. Можно было лучше. Какой это мой любимый скин вообще? Мой любимый скин... Ты знаешь, наверное, люкс. Это мой любимый скин. Люкс очень красивый скин. Это очень красивые скины. Они такие, знаешь, под классику. Как резко на дереве сделаны. А, ну это красивые. Они очень красивые такие. Что-то элементы какого-то такого бронзы, элементы вензелей. Ну, красиво. Ну, товарищ, это должно выпасть на совсем. Что-то, ну, как бы на совсем, как всегда, здесь выпадает висячка. Ну, это мы уже поняли. Но обычно помимо висячки все равно как-то там маленький кусочек... Какой кусочек мой сладкий? Сколько раз мы с тобой кейсы крутили? И сколько раз мы что-то выкрутили? Не спорю. И с него Кэп выкручивали. Ну, Кэп, да. Ну, блин, Кэп сегодня, он как бы не способен крутить. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Он способен только кутить. Он кутить сегодня способен, да. Нет, что касается вообще пушек, которые отсюда выпадают за все время. Что мы выбивали? Я выбивал... Кэп, точнее, у нас. Или ты, я не помню, кто из нас выбивал. Кэп выбил, да. Киллтек золотой навсегда. Киллтек Кэп. Ты выбивала... Я не выбивала ничего. Нет, ты что-то выбивала. Ну, это как бы такая средняя неплохая пушка была. Тут лишь шляпа, я старалась. Да, да, вот, она выбивала, ну, ничего так, ушки, как бы, да, и я помню, я выбивал, это за всё время, я до хрена уже кейс скрутил, то есть за всё время выпадал, ну, мало, ребят, ну, серьёзно, мало, и один раз, вот, был один кейс, о, это я вам перезвоню, извините, это я вам перезвоню, вот, был один кейс за всё время, откуда действительно очень хорошо предметы навсегда осыпались. Это какой? Это был такой кейс. У тебя два осталось, давай. Я что, всё скрутил? Нет, двадцать семь, два у тебя осталось. А, всё, отлично, отлично. Был такой кейс, назывался кейс с пистолетами, пистолетный кейс, там самой главной наградой был, по-моему, золотой сигзаур. Так вот, друзья, кейс был дорогой пипец, кейс один стоил, по-моему, рублей стоили сто двадцать. Ну, куда ты? Ну, туда вообще. Нагиб, да. Один кейс, по-моему, рублей сто двадцать стоил, где-то так. Но, из каждого второго кейса, половина кейсов, падали пушки навсегда, или даже из большинства. Мне оттуда упали... Турмерный, помню, какой-то был, у нас много что упало. Да там шляпа какая-то всякая, типа, ботинки с кароходой навсегда, или стринги счастья тоже навсегда, это фигня. Ну, это удивлательство, между двумя... Ну, вот, да, это вот оно, вот, по носу, вот где эта штучка-то, давай, сейчас мы тебя проведём на этот раз. Не надо, себе... Давай, 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 давай. Себе... Нет, колбаску отдай. Да, ты эфир, наверное, всегда выбила ножик. Не ножик. Ну, он говно, да. Ха-ха-ха-ха, он говно. Вот, давай... Вот, у тебя, мусляненький, погубка, вот, 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 колбаска. Это ты, Варпейс. Давай, нажимай, так уж... У тебя успех пошёл. Кто бы говорил, твои моды на Симс там, давай их обсудим, там вообще там, вот, постоянно такая штука. Давай. Мои моды на Симс, это другое. Это нет, это не другое, это ещё глубже и надёжнее, да, это там вообще, как бы, хорошо. Они там друг друга, они там друг друга, а у вас, вот, на стороне появится, Варпейс, тебя. Они, говорит, там друг друга, один из тех, кто друг друга, это её персонаж, там, ух, шпили-вили, как положено. Все равно. Там они друг друга, а тут только Варпейс, тебя, понимаешь, в чём разница? Нет, я тут, как бы, рачков гнул. То есть, типа, тоже удовольствие получаешь? Ну, несказанно, если честно. Да. Давай, мой сладкий. Не, ну, это уже всё, как бы, жалко, что не оружие выпало. Ну, что, подожди, всё, может, сейчас вот, как раз, вот, что-нибудь... Да, прям посыпется. Да, посыпется. Золотой дождь, так сказать. Да, пахнуло, я знаю. Блин, у меня нож Боуи, нет, есть. Серьёзно, нож Боуи, это нож, который, по-моему, наиболее красивый, без всяких скинов. Вот это тоже эфир, это не то, серьёзно. Нож Боуи, он красив в оригинале. Такой, прям, железный нож, короче, могучий. А вот это всё, вот, ну, не знаю. Вообще, знаете, мне нравятся скины... Слушай, на вкус и цвет текломастеры разные, в конце концов. Кому-то может понравиться. Серьёзно, я тебе потом покажу скины в одной игре. Называется она Call of Duty Warzone. Вот там реально красивые скины. Вот это вот а-ля Counter-Strike, ну, блин, это устаревшая тема, ну, не то. Оружие должно по-другому выглядеть. Оно более красивое, какое-то такое, всё кастомизированное. Ну, я, конечно, понимаю, с другой стороны, выгодно ли это, непонятно. Потому что такие скины, они требуют колоссального времени и колоссальных трудозатрат. Ну, вообще, на самом деле, разработчикам можно одну идею предложить. Я потом... Ура, ребята, я вывела эту штуку. Сука! А, МПД СТР. Тоже шляпа? Ой, шляпа? Это из поставщиков, не донатная пушка. Причём говно, сука. Это реально говно. Ну, я не виновата, всё, я чувствую себя жутко виноватой. Да какой виноватый, нормально, кратитый. Да ты две пушки, ну, всегда выглала. Я хорошее что-то людям хотела вывести. Да ты и сделала хорошее, у некоторых и этого нету. Да, одна, блин, значит, из поставщиков, нож вообще давно лучше без кина. Ну, кстати, тоже из поставщиков, нож. Да ладно, нормально. Вот почему сейчас мимо? Лучше без киньки. Кисуль, ну, блин, ну, иногда по жизни надо, ты же сама знаешь по своему опыту. Надо иногда говнецца-то хлебнуть, без этого мы просто никуда. Шаракутагин, мне хватает. Вот наше подключение к интернету в пластуновке, это прям сплошная эротика. Мне хватает её. Молодец. Милуйся на такой. Давай, давай, крути. Сука. Вперёд, сука, за хайм-зона. Давай. Нет, уже точно нет. Всё? Нет, ещё три кейса. Ну, блин, вы же знаете, ребят, последние кейсы, они самые сочные. Обычно оттуда самое говно падает. Ты так больше всего надеешься, а то там гранатки какие-нибудь дымовые, типа такого. Да, я уже не надеюсь просто. Ты не надеешься? Нет, я просто очень извиняюсь, ребята, я старалась. Сейчас. Да ты молодец, она две пушки навсегда выбила, по сути. От души, не пушки, а ножи. Ножи, пушку. Блин, почему твое кресло... Это снайперская винток, вон она рядом, фиолетовая. Ну, собственно, я извиняюсь. Что, всё, что ли? Я старалась, да. Что поделать? Что поделать? Жизнь такая. И что ты троллишь меня? Как говорится... Вот возьми писю вот эту вот. Не везёт в карты? Резиновую. Не везёт в карты, повезёт в любви. Да? Вот мне не нравится махание писи после этого, резиновой вот этой вот. Между прочим, кстати, это сосиска. Сосиска, да? Да. Стоит как писю. Леди, джентльмены, другие подруги, вот так мы сегодня покрутили кейсы эфир. Если честно, я всё-таки рассчитывал, что выпадет хоть одна пуси. Всех нормальная. Более, я не рассчитывал, что будет СВШ, какиллтек. Я думал, что выпадет какой-нибудь Дезертек или СМГ-45, которые, в принципе, тоже актуальны и очень хороши. Но, как бы, Варфейс в очередной раз показал свою максимальную щедрость. И со 100 кейсов эфир, то есть с 2000 рублей, мы выбили ножик Боуи и АМП ДСР-1. С другой стороны, мы выбили достаточно много пушек на один день, годных, киллтеков, соответственно, АМ-ок, СВ-шек, которые вы сможете найти в последующих видео. А мне, кстати, в отличие от тебя, скины понравились. Задумка скинов а-ля 80-е, а-ля неон, они классные. Ну, просто есть много фиолетово-розового такого. Он такой должен быть. Это фантастика 80-х. Он такой должен быть. Но просто... Ну, простите, я не застала динозавров. Нет, подожди. А просто когда ты поворачиваешь, когда ты поворачиваешь и смотришь на этот скин в игре, ты не можешь сразу врубиться, что это как раз тематика фантастики 80-х. Что это вот этот эфир. То есть, это как бы не бросается в глаза. В этом проблема. Задумка хорошая. Но в основном... Когда будут кредитные кейсы? Кредитные кейсы. Ребята, вы почему-то часто пишите в донатах на Донейшн Алипс, когда кейсы крутите в комментариях. А больше всего в Инстаграме пишите. Инстаграмом жена занимается, ей постоянно пишут. Когда Рокутаген будет крутить... Я там что-то выбил, нереальную просто сумму какую-то кредит. Ну, один тысяч человек у меня сто тысяч, короче, выбил. А другой пишет, ребята, это самый отстойный кейс за всю историю игромаркета. Я люблю... Ну, один человек выбил у меня сто тысяч кредитов. Вот. У меня приходило уведомление. Мне же приходит уведомление, когда кто-то что-то убивает. Вот. Я его поздравляю с этим. Красавчик. Но, не знаю, я почему-то никогда сам не тяготел кредитным кейсом. Как-то не было никогда желания крутить. Я чё-ка азартный? Я любые кейсы хочу крутить. Ай, ты мой сладенький. Ладно, ради тебя, я думаю, что через несколько дней, может, недельку, мы кредитный кейс такие покрутим. Да. В любом случае, если данное видео вам понравилось, вдруг, по каким-то причинам, то ставьте лайки. По желанию. Яки чшики. Это обязательно. С вами был Мортид Рокутагин. Госпожа Очевидность. Всем прекрасного вечера. Желаю вам всем, ну, по крайней мере, кто ведёт своеобразный образ жизни, дойти сегодня до состояния Кэпа, который даже не в состоянии был позвонить, исключительно отправил нам смс корявым, странным каким-то текстом, но пока ещё понятным. Но не забываем, что у нас в данный момент час дня, а вот к вечеру желаю тем, кто хочет, дойти до кондиции Кэпа. Пятница всё-таки. Ребят, честно, моё пожелание. Не пейте. Оно вам не нужно. Лучше курить там, чай, ну и так далее. Ха-ха-ха. Ступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами.